Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, друзья! Очередной выпуск передачи «Открытая политика права». И сегодня поговорим о персональных данных. Что такое вообще персональные данные? Какой правовой режим установлен? Какая ответственность за нарушения? И вообще, как такое стало возможно, что наши персональные данные находятся в распоряжении, по сути, мошенников? Меня, прежде всего, эта тема заинтересовала с той позиции, что, так как в силу своей профессиональной деятельности мы освещаем беспредел, коррупцию, чиновников, меня заинтересовала эта тема с той стороны, что поступают там определенные угрозы со стороны чиновников, о том, что, допустим, я в своей публикации, да, или журналисты, кстати, получают такие вот угрозы. Мы распространяем персональные данные чиновников, и за это, якобы, мы подлежим ответственности. То, что подлежит общественному контролю, не охраняется законом о персональных данных, применительно к тому, что должность, фамилия, имя, отчество и должность лица не относятся к персональным данным. Ну, то есть, Иванов Иван Иванович, там, прокурор такого-то района, не может относиться к персональным данным. Они, эти сведения есть во всех справочниках, да, там и так далее, на сайтах. Поэтому эти сведения не могут относиться к персональным данным, и за их распространение не может быть никакая ответственность установлена. Тем более, ну, иначе бы это было абсурдом, как вообще общество должно осуществлять контроль за своими слугами, если не называть их фамилиями, имя, отчествами. Ответственность немножко другая, установлена за вообще другие действия. Ну, во-первых, интересно, что такое персональные данные. Какая комбинация сведений о лице указывает на то, что эти сведения уже являются персональными данными, подлежащими защите. Опять же, фамилия, имя, отчество, если указано, это недостаточно. Вот фамилия, имя, отчество с номером телефона, да, эти сведения уже подлежат защите. Фамилия, имя, отчество с адресом электронной почты, да. Фамилия, имя, отчество с местом жительства, да. Но если просто фамилия, имя, отчество или отдельно адрес электронной почты или номер телефона с указанием имени, эти сведения не подлежат защите и за их распространение у нас ответственность не установлена. Хочу сказать, что вот должна быть комбинация такая, что лицо должно быть идентифицировано каким-то образом. При этом федеральным законом о защите персональных данных эти критерии не раскрыты. Там достаточно пространно это все написано, но вот судебная практика это отредактировала, установила, какая комбинация данных является такими сведениями, за нарушение которых есть ответственность. Ответственность, как правило, административная за нарушение сведений о персональных данных, но судебная практика скудная. Ну, тут хочу что сказать. Людей интересует, каким образом, очень много вопросов вообще, да, у населения, каким образом можно призывать к ответу, если звонят, предлагают различного рода услуги, прежде всего предлагают личное банкротство. А мы прекрасно понимаем, что если предлагают личное банкротство, то, как правило, звонят людям, которые в этом нуждаются. А как можно узнать об этих людях, кто нуждается? Ну, купить сведения либо у судебных приставов, либо, как правило, у банков покупаются такие сведения. И вот в связи с этим вопросы, как можно привлечь к ответственности за это, я считаю, что это занятие, по сути, бессмысленное, потому что невозможно отследить, проследить, если только не какой-то счастливый случай, кто ваши данные продал. Но при этом я считаю, что писать в органы Роскомнадзора, органы внутренних дел в любом случае стоит и требовать проводить проверку в связи с тем, что ваши персональные данные куда-то утекают. Хотя я считаю, что это занятие бесперспективное, потому что где мы только не оставили свои персональные данные, номер телефона оформляем, симку, да, указали фамилию, имя, отчество, а номер известен, все достаточно, да. Поэтому много организаций, ведомств, частных и нечастных, где мы оставили свои персональные данные. Но, тем не менее, ответственность достаточно строгая для юрлиц, это сотнями тысяч измеряются штрафы за нарушение персональных данных. Но при этом вот достаточно мертвые эти статьи, это тяжело установить и доказать вообще, откуда утекли сведения персональные. Но есть еще разновидность персональных данных, которые составляют еще и другую охраняемую законом тайну, да, это медицинская тайна, например, тайна усыновления удочерения. Тут уже, если такие сведения не утекли, можно вести речь об уголовной ответственности. Поэтому, если утекли персональные данные, которые еще и составляют охраняемую законом тайну, да, вот, ну, прежде всего, это медицинская тайна, тайна переписки и так далее, то в этом случае еще можно требовать привлечения распространителя к уголовной ответственности. Но, опять же, тут условием является то обстоятельство, установлено или не установлено то лицо, которое их распространило. В общем-то, вот, пока такие сведения о персональных данных, судебная практика скудная, но я считаю, в итоге, что писать, обращаться в органы Роскомнадзора нужно. Если ваш номер телефона, фамилия, имя, отчество, ну и другие сведения, почему-то оказались в распоряжении людей, в их распоряжении они не должны были оказаться. Субтитры создавал DimaTorzok